Так, 9-й, 9-й А, 50-й. Ну, работают черные. Вообще можно как-то выцелять в московское время. Я тоже не дала вас подробности, кому-то лежит. Взять, у тещи, сват, у брата, у депутата, ну ладно, что-то, что-то работает. Газели как бы, ну, еще выглядит нормально. Пасики, конечно, ну, оставляют швать лучше. Я даже удивляюсь, как они умудряются техосмотр проходить. Но проблема у трассов какого, да, это вот семерка называлась, пятерка с 15-й, да, там большой интервал движения. Я даже сегодня на Совет решил поехать на 15-м на автобусе, половина третья вышла, 15 минут, 10, жду, нету. 15-й, подходит, я уже начинаю волноваться, уже начинаю развивать, может быть, это самокат есть, чтобы не стоит, не поставить на Совете. Ну, подъехал, могу и приехать. Так что 15-й пока не подъехал. Транспорты, которые работают на городских маршрутах, да, уезжают на подработку. Какая подработка? Это касается доставки рабочих на Балаково, Центролит, Вагоно, Строительный, Маслозавро и другие там предприятия. Так, 21 автобус, да, в основном базы, которые я выбирал, примерно зрительно похожи тем, которые на городских маршрутах. Я не могу утверждать, что именно эти, они участвовали, как говорится, в час пик уехали с основных маршрутов, уехали на подработку. Ну, проверьте, может быть, не сходится хотя бы какой-то процент. Ну, по крайней мере, один вот автобус, да, четко было указано, 21 маршрут. То есть, видимо, остальные как-то, как можно подрабатывать. А вот один, 21 маршрут четко указан, там, КАЖ, 455, я сказал, вот все, я вам передал, вы проверьте. Продолжение следует...